Я вспоминаю 75-й год, когда был заключен договор между артистами Большого театра и Управлением строительства БАМ «Строить путь». Они учались потому, что тогда, на тот период, Управление строительства БАМ «Строить путь» был генеральным подрядчиком на линии БАМ «Тейна». И все, что формировалось тогда вокруг Управления в поселке Тейнинском, все было связано с этим Управлением, в частности с Домом культуры «Юность», который, так сказать, был построен с рынкой 564-м этого же Управления. Чего я это говорю? Потому что, когда в стране пошла волна пушкинских праздников, и когда пушкинский праздник приобретает вдруг всесоюзный масштаб, мы вот, как культурьюность, библиотеки, это собравшись активистами, решили, а почему бы не попробовать это сделать Тейнинг. И если в 1975 году провели пушкинский праздник такими мелкими силами, то в 1976 году вдруг мы видим десант в Тынду ГАПТа, государственного Большого Академического Театра. Ну, не помню, конечно, не в полном составе, насколько это все проявляло какой-то необычный характер, мы просто было все шокировано тем, что вот в Тейнинге, в этой глухомании поселке появляются артисты Большого Театра. Ну, конечно, это было настолько здорово и интересно, поэтому мы все, так сказать, общаясь с ними, мы потом фотографировались, конечно, приглашали на следующий год еще приехать, потом еще раз приехать, и они, так сказать, были, менялись составы, но всегда кто-то на пушкинский праздник, вместе с поэзией Пушкина, звучала музыка, звучали лекции об искусстве, о литературе, о хореографии. Это было, конечно, прекрасно, и я всегда вспоминаю, просто вот когда мы напомнили, что, ну, конечно же, как же без этого, без Большого Театра, вспомнил как раз вот ваш намек о театре, и с удовольствием вспоминаю те дни, которые мы провели вместе. То есть, получается, Иван Михайлович, договор шерстской помощи, сотрудничестве между ГАПТом и управлением строительством Абам-Стройкод, был подписан еще в 1975 году. В 1975 году. То есть, у нас есть договор 78-го кода, но, судя по тому, что в нем написано, было и раньше, то есть, 75-й год, да? Да, да, ну, да, тогда как-то все еще, мы как-то особенно не придавали того значения, я где-то там особо не афишировал, но потом, как выяснилось, что договор предусматривал создание музея в Доме культуры и юности, прочитывал лекции, бесед по хореографии, по трагимбаням. Артисты Большого Театра приезжали на фестиваль искусств в Огнемагистрали. Да, они приезжали, конечно, это было тоже, ну, это, конечно, целый класс, класс культуры, который, который мы дорожим, все, который нас вдохновлял, подушевлял и, конечно, звал светлым будущим. Все это было от души и честно, и юность была плохо сделана, надували, грели тогда, как мы, артисты, им надо было выйти, ну, красиво одеться, особенно женщины, а тут холодно, ну, держали, мы держали все это. И это нас, конечно, вдохновляло и радовало, что мы все вместе, в единую парень, и вот такое все дело. Продолжение следует...